Вот уже четвертый раз каменные джунгли южноуральской столицы погружаются в невероятную атмосферу. Звуки гонга, ассаны и медитации поклонники йоги на этот раз практикуют в огромной компании. В этом году фестиваль проходит под девизом «Урбан-йога». Мы всегда привозим каких-то знаменитых людей в сфере йоги. И в этом году наш выбор пал на Лоренц Джея. Это представитель именно этого направления, урбан-йога. Он живет в Канаде, практикует в Канаде. И, наверное, почему это направление нам близко? Потому что все-таки мы живем в мегаполисе. И восточная йога, та традиционная, возможно, нам не всем подходит. Потому что йога должна проходить в теплом месте, чтобы все это под солнышком. А урбан-йога сама говорит за себя. Для меня очень важно, что эти вещи, как движение, дыхание и осознанность, что они могли быть доступны для любой средний человек. И урбан-йога – это не только про движение, дыхание, медитация, но и тоже про выражаться, действия, как использовать эти навыки и эти выгодные вещи, что йога дает. И как мы можем использовать их не в какой-то странной стране, но прямо здесь, в нашем современном жизни. Если прошлый финал проекта «Йогини в бикини» проходил в экстремальных погодных условиях, на этот раз все перенесли в помещение. В прошлом году «Органик Нейшн» и «Погода» нас очень удивили. Девчонок наших напугали. И в этом году, когда девчонки приходили уже на кастинг, они заведомо интересовались. Вы нас не будете морозить? И поэтому все-таки было принято решение приурочить именно фестиваль «Йогини в бикини», а именно его финал к нашему празднованию дня рождения. И финал фестиваля «Йогини в бикини» будет таким своеобразным подарком, как нам хочется об этом говорить, городу, нашим всем клиентам, нашим друзьям, потому что всегда хочется показать, смотрите, что с помощью йоги можно достичь каких результатов. Гвоздетерапия, лекция по аюрведе, дыхательные практики, ведическая астрология. Двухмесячный марафон проекта «Йогини в бикини» изменил участниц и внутренне, и внешне. Проект мне подарил возможность. Я почувствовала, что у меня есть руки, я могу делать какие-то интересные осаны сложные, которые до этого мне казались вообще нереальны. И сейчас я и чувствую себя лучше, и моральное состояние, духовное, и в целом. В моей жизни стали происходить только светлые события. Очень много прекрасных, светлых людей появилось в моей жизни. Здоровье просто. Я абсолютно здорова, то есть я перестала болеть. Очень многие проблемы стали решаться очень простыми путями, принятием и просто другим отношением к этим проблемам. Поэтому, конечно, когда я услышала, что конкурс в этом году снова в йогине, естественно, я пришла за новыми эмоциями, за новыми событиями и за новым каким-то энергетическим потоком. Из-за того, что у меня появилось новое в жизни, это ранние подъемы. То есть для меня встать в 6-7 утра – это очень трудно. И потому что я захотела пойти, допустим, на штангу йогу, мне приходилось вставать в 5.30. Для меня это очень тяжело. И, конечно же, новые знакомства. Очень много веселых, положительных девчонок, с которыми мы сейчас проводим время вне проекта. Йога меня привлекает больше, наверное, как философия, привлекала мантры, медитации различные. Ты через тело приходишь к своему разуму, приходишь к себе, воспитываешь свой ум и просветляешься, наверное. Девчонки узнавали, как вести здоровый образ жизни, органичный, как окружающую природу сохранять. То есть что сделать, чтобы жизнь просто стала интереснее и счастливее. И этим они занимались на протяжении двух месяцев. И Юдиня в Пекине – это современная девочка, девушка, женщина вне возраста. Она молода душой и ведет просто здоровый образ жизни, не причиняя вред окружающим и себе в том числе. В современном мегаполисе с его стремительным ритмом жизни и множеством поводов для стресса йога невероятно актуальна. Именно поэтому фестиваль собрал около 200 давних поклонников йоги, а также тех, кто ни разу ее не практиковал. Йога, она подходит каждому. Не нужно как-то себя утруждать сильно, чтобы ею заниматься. Есть и более облегченные, так скажем, варианты, есть более физические, тяжелые. Я думаю, что каждый. Можно просто помедитировать. Это уже йога будет. Или подышать бронояму, например. Йогу надо принять, вот и честно скажу. Ходить на йогу у меня было несколько попыток. То есть это надо найти своего тренера. Самое главное. Люди, если будут заниматься, больше вникать в такие вещи, то от городской суеты будут уходить постепенно. И будут больше погружаться в себя. С каждым годом йога трансформируется, переходя из аутентичного учения в коллаборацию с фитнесом. Йога разнообразная. И есть несколько разных типов, видов йога. Есть много йогих, кто поддерживает традицию. Это их. И это им очень важно. Я скажу честно про себя. Я канадец. Но я работал в Гонконге, в Астралии, вокруг России, вокруг Америки, Европе. И что я видел, что может быть 10 лет назад, йога была самая продвинутая вида движения, фитнес, физкультура. Но со временем, что случилось, фитнес начинало как-то убирать такие вещи, правильно питаться. Не только поверхность, осознанность. И фитнес начинало быть больше и больше. На международный уровень более продвинутый. И сейчас, что происходит, есть такая, от моей точки зрения, есть такая смесь, где йога и фитнес начинаются как-то встречать друг друга. Это в современном уровне и на международный рынок. В России, мне кажется, особенно в городе, как Челобинск, когда я слышу и разговариваю с людьми, это все происходит чуть-чуть медленнее. И мы только представляем йогу для людей. Поэтому я бы сказал, что йога до сих пор здесь состоит как более традиционная практика, что создает возможность, чтобы людей могли чувствовать лучше внутри их тела на эмоциональный, на психологический уровень. Йогу каменных джунглей можно назвать своеобразным анонсом фестиваля Organic Nation, который пройдет в этом году с 23 по 25 августа. 16 спикеров из России, Канады и Индии. Более 50 мастер-классов и лекций пройдут в живописном месте озера Тургаяк.